Так, ну что, привет, всем привет, ролик по поводу IPLA. У нас цена XRP подскочила на 10%, Robinhood у нас тихо перевыпустил XRP, и помните, они делистили XRP, насколько я помню, и популярная платформа Тихо и без лишнего шума, ну теперь уже с лишним шумом, потому что СМИ это подхватили, видимо, кто-то узнал об этом. Robinhood повторно размещает у нас XRP для клиента виз ЕС, я думаю, это тоже не случайно. И для справки, Robinhood первый разместил на своей платформе в январе 2018 года, то есть, опять-таки, в начале медвежки, я напоминаю, и в то время, как клиенты брокера XRP платформы с нулевой комиссии могли создавать оповещение оценок и проверять рыночные данные по XRP. Потом, как вы понимаете, присоединилась к нескольким биржам, чтобы исключить XRP из листинга, после того, как у нас комиссия по ценному бумагу биржам ввинила IPLA в нарушении закону, но потом, как вы понимаете, уже у нас слухи о повторном листинге были, и, соответственно, сказали, что пождается приобретение на сумму 200 миллионов долларов, и будет завершено в 2025 году от Bitstamp, и Robinhood у нас приобретение компании Bitstamp, я думаю, многие слышали об этом, да, и, соответственно, после завершения проекта, и, кстати, в 2025 году совпадение, да, скорее всего, тогда и будет активная фаза бычки. Ну и за несколько месяцев до 2025 года Robinhood уже повторно разместил XRP для своих клиентов в Европейском Союзе, то есть это говорит о том, что, по сути, если Европа у нас размещает, то это говорит о том, что, соответственно, уже Америка, скорее всего, тоже это одобрила, просто нам об этом никто еще не освещает, и суд, по сути, как я говорил, это просто фикция, это просто клоунада для толпы. Поддержка XRP увеличивается после разрешения судебного риска, и считаю, что такие, как вот Grayscale поддерживают, но Grayscale это фонд из того же США, поэтому, если вы сомневаетесь, ну, посмотрите просто то, что они делают, а не то, что они говорят, да. Цена XRP, если он захватит 15% финансового рынка, и на данном этапе нам говорят, что некоторые указывают на продажи XRP Ripple, в то время как другие ссылаются на крупных институциональных кликетов, пытающихся избавиться от розничных инвесторов, бля, как они любят вот эту воду лить, вместо того, чтобы просто сказать, сука, будет такая цена в одном предложении, и все. Нет, надо вот эту мозгодрочку какую-то указывать, и говорить, что диапазон будет 300 долларов, кто-то говорит 333 именно, 3,5-18 долларов, ну, в принципе, такие отметки, вот эти вот 3 цифры, я считаю, более чем возможны даже в этом цикле. Далее, вот у нас XRP происходят другие монеты, на фоне слуха в алистинге Robin Good, ну, и как вы понимаете, что XRP растет, а все остальное падает. Ну, на самом деле, отчасти так и есть, ну, и плюс, учитывайте, что могли побрить шарты. XRP же недельно растет на 11%, хотя это его дневная волатильность, поближается самый большой прорыв в истории цен, и якобы должен он прорыв сделать сопротивление с мая 2022 года, и выход из вот этого треугольника, то есть уже миллион раз нам об этом рассказывали, и причин для этого роста несколько, но разговоры о росте не на вы, и, конечно же, нам говорят, что с августа наблюдаем формирование правого плеча, также у нас там типа голова плечи сформировалась, и рост может показать до 4,2 доллара. В принципе, я этого тоже не исключаю, но для начала надо поднять выше 60 центов и выше 1 доллара. Ну и по факту, если кто не верит, это их выбор, то есть мы перебеждать не собираемся, но мы понимаем, что выход из треугольника, в принципе, достижим там в диапазон около 5 баксов, если вы считаете, что те же там 10 иксов показать там из текущих, это слишком много, ну, я считаю, что это вообще мало, и это заниженные показатели, но, как вы понимаете, первая цель у меня, чтобы народ уверовал, да, я говорил, что я, скорее всего, буду половину монет фиксировать в районе 3 долларов, но, опять-таки, я посмотрю, я, если поменяю свои планы, я отпишу об этом в закрытом клубе в первую очередь, ну и, как вы понимаете, что явно толпа не готова к такому, что будет выстрел, и выстрел может произойти очень резко, ну и, как я и показывал, да, мы ниже 30 центов, там даже ниже 40 центов особо не идем, но многие не обратили на это внимание, но забыли, что на истории все было точно так же. XRP, Хлоскерк, можно докупить, кто хотел по поводу доминации XRP, она продолжает расти, доминация Stellar аналогична, то есть, видите, нихера не падает, Stellar тоже выкупают, и XRP продолжает у нас хуярить наверх, лой мы не обновляем, обратите ваше внимание, обратите ваш взор, да, и все у нас выходит отлично в Bout, поэтому по поводу остальных монет, в принципе, плюс-минус аналогичная ситуация, если кто хотел докупиться альтами, то это ваш шанс, по поводу эфира, BNB, там, да, был небольшой сквиз, откат там вчера, но это не критично, то есть, паниковать в этом случае смысла нет никакого, то, что биткоин откатил, скорее всего, был небольшой перелив доминации, да, так оно и есть, но если глянуть по доминации альтов, то у нас, как мы видим, ее выкупают, доминация USDT, видите, выше 6% тоже не идет, у нас хаи понижаются, ну, до этого был прострел, но я не думаю, что там мы сильно пойдем, скажем так, выше и будем укатывать альту, это навряд ли, вот, поэтому, в принципе, такие мысли, такие дела, по поводу, кстати, пола, это у нас матик, я напоминаю, его уже залистили на бинансе, поэтому, кто хотел взять, то рекомендую, да, пока монета находится еще на днище, если открыть, естественно, полный график, да, то мы наблюдаем, что вот у нас монета находится на донных значениях, которые были у нас в июне 22 года, там, май-июнь, когда был скам Таралуны, поэтому, если кто хотел подобрать, то можно сейчас это сделать, но по поводу XRP, если кто не верит, это их право, но ситуация абсолютно аналогичная, которая была у нас в прошлом, вернее, в позапрошлом цикле, да, и, в принципе, то, что мы показываем такой формат, это говорит о том, что история попросту повторяется, и накопление еще больше, это говорит о том, что выстрел может быть куда сильнее, вот, поэтому такие мысли, такие дела, всем удачи, всем пока!